Друзья, всем привет! Я все так же нахожусь в Стамбуле. Сегодня тоже будет обзор ресторанов. Иду сейчас хавать, но сначала хочу вам дать небольшой совет по поводу аренды отелей. По крайней мере, в Стамбуле это работает. Вот, допустим, я всегда арендовал отели через букинг. Как вы видели, ну, постоянные зрители знают, что я сменил уже кучу отелей. И вот сейчас, наконец-то, я нашел себе хороший отель, в котором остаюсь уже на вторую неделю и думаю, что и на третьей неделе я останусь здесь же, ну, пока не приедет новая подельница. Так вот, ну, рекомендую вообще арендовать через букинг. Это надежность, это гарантия. Всегда можно решить проблемы, если там возник какой-то конфликт с арендодателем. Через сервис можно решить. Вот, ну, смотрите, такой момент. Я подумал, вот я снимаю через букинг, букинг же берет с них еще процентку. Это я думаю, спущусь на рецепцию и спрошу, сколько будет стоить арендовать без букинга, если просто напрямую арендовать отель. Так вот, спускаюсь я и оказалось, собственник посчитал, он там посмотрел и сделал мне скидку в размере 4 тысячи рублей. Представляете, какая выгода? Я думаю, нифига себе, как круто. Причем он как-то посчитал, это странно. Он говорит, ну, ты плати столько-то, столько-то. Ну, говорит, вот на 4 тысячи меньше. Я думаю, офигенно. Ну, конечно, круто. Но все равно рекомендую сначала снять через букинг, заехать, посмотреть, если вас этот отель устраивает, потому что я кучу отелей сменил, они меня не устраивали. А тут вообще все идеально. Но кроме интернета, пожалуй, потому что интернет тоже регулярно глючит, регулярно падает связь. Но в целом все офигенно, поэтому я вот продлил уже на вторую неделю и еще на половину третьей недели останусь. Так что вот такой совет по аренде отелей. Просто спуститесь на рецепцию, поговорите, если собственник адекватный, он сюда вам сделает скидку. Вот я спустился, говорю, ну, как бы сделайте какую-нибудь скидочку. Он говорит, да без проблем, посчитал на 4 тысячи рублей, это большая выгода. Это жирный плюс. Так, вот я иду хавать. Это великая эстамбульская стена. Ныряем сюда. Вот вчера я хавал в этом отеле. Ой, в этом отеле, уже про отели заговаривались. В этом ресторане. Посмотрите, был шедевральный ролик. Замечательное заведение. Поставьте лайк, если еще не видели. И здесь целая улица с хаваниной. Я далеко не пойду, я вижу вот здесь вот ресторанчик. Я его посмотрел уже в гугле. Рейтинг у него 4,4, как и у этого. Сейчас проверим, насколько реально кру, ну, одинаково круче, хуже и так далее. Вот, видите. Из плюсов, опять же, отмечу. Столовые приборы запакованы. По меню здесь цены чуть-чуть повыше. Примерно на 5 лир выше, чем в том. В том, я напомню, были чрезвычайно низкие цены. Лаваш тут подается без соусов. Напомню, там целая гора соусов. Было лаваш чёплый. Хороший лаваш. А нет, вот принесли соусы. Просто с опозданием. Смотрите еще, что дают. Зелень и лук. То есть это я не заказывал, это мне сказали презент. То есть презент, подарок. Подается. Но круто. Соус. Аджика, точнее аджика. Офигенная. Эта джика, правда, очень вкусная. Она везде разная. Вот здесь очень вкусная. Зелень. Обожаю зелень. Она полезна очень. Ешьте зелень. Сотрудник ресторана говорит, сними, как у нас баранина висит. Ее можно прямо здесь режут и выдают. А, тандыр. Тандыр, тандыр. Ого-го. Глубина. Угу. Супер. Сентер. В этом заведении я заказал куриный шашлык. Смотрите, тоже большая порция, много кусков. Подается также рис, лук, помидор и перец. Красный перец, как правило, вообще лютый-лютый. А зеленый обычный, слабый. Ммм. Вот это реально, пожалуй, самая свежая курица, которую я ел в Стамбуле. Очень крутая. Не залитая маринадом никаким, прям жестко. Офигенная курица. Ну и опять же, прям сбыл с жару. Давайте проверим перец на лютость. Ну, о-о-о, жестко. Наглутый перец. Туркиш кофе. Здесь стандартная чашка. Напомню, что в предыдущем кафе была гигантская. Первый раз такая была огромная. Здесь вот обычная классическая чашка туркиш кофе. Порядочный кофе. Ого, хороший, интересный кофе. У нас пошел дождь. Ну, слушайте, порядочное заведение. Собственник заведения, даже когда увидел, что я блогер, пригласил на кухню показать тандыр. Но предыдущее, вот вчерашнее, посмотрите, оно было дешевле и качественнее. Реально, то есть там цены ниже. И пища покачественнее. Мне больше понравилось. Хотя вот здесь куриный шашлык реально идеальный. Вот пока здесь куриный шашлык из всех тех, которые я ел в Стамбуле, это был лучший. Ну, я не ел, потому что куриный шашлык во вчерашнем. Во вчерашнем была баранина. Она была дешевая, почему-то чрезвычайно дешевая. И гигантская порция. И еще там плюс дают много всяких приколюх. Типа там рис какой-то, или может быть это был кускус. Или может быть это была пшенка, жареный лук и так далее. Ну, в общем, заведения интересные. У них тут, видимо, конкуренция такая жирная кругом. А там целая улица из заведений с хаваниной. Буду их тестировать. Обязательно поставьте лайк. Рубрика по ресторанам. Рубрика с обзорами ресторанов. Много всего интересного, вкусного. Подписывайтесь на канал. До новых встреч.